ты куда воюешь ну что ж дамы и господа всем привет с вами как обычно дмитрий и мы продолжаем гонять в хацев айронфом от the new order за усть-сысульск льва николаевича гумилёва и сегодня мы объединим западную россиюшку это стопроцентно это стопроцентно вкачаем обязательно все уже фокусы в текущей ветке в текущих двух ветках потому что тут во первых три фокуса мы еще не докачивали и также вы очень любите шуфаревича как оказалось много кто просил все-таки принять его обратно и убрать раскол среди пассианарев ладно таки быть положимся на умеренных но немножко попозже все-таки будет куда умнее в первую очередь вот прям сейчас сходу побежать и втащить власовцам пользуясь случаем не могу не сообщить радостную новость что табурету все-таки доделали его путь и выпустили патч так что мы обязательно когда перевод выйдет обязательно посмотрим что там получилось плюс я даже слышал что кто-то сабмод пилит причем на живого алексея настоящего алексея нефейкового так что будет интересно все посмотреть и сабмод если успеет к тому времени выйти тоже посмотрим и конечно же официальную каноничную концовку между тем тут не переведенные ивенты по конституции продолжаются вопрос местного самоуправления что ли стоит то есть табурет он предлагает чтобы региональной администрации вообще никакой властью не обладали и только правительство собственно правило железным кулаком своим нам шифаревич он предлагает федерализм и наделение определенными правами региональных администраций ну а гумилёв он сражается за широкое самоуправление для регионов и подобие конфедеративного устройства вот напряжение растет и в конце концов кто же победит конечно же победит гумилёв между тем закончились бои востланде там победили сс овцы такого мы по моему поворота еще не видели и параллельно на нас готовит воевашку власов удивительно но он все-таки решился в первую очередь на нас напасть но в таком случае тогда бежать сломя голову по вот этим всем фокусом уже бессмысленно потому что большинство из них то пропустится и дальше мы собственно войну с власовым должны были вкачать так что можно будет побаловаться политикой буквально завтра до вкачается фокус контроль за заводами пропущен да 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 все подряд пропущено о нет к сожалению не перевели нам и винтик ну в общем то тут какие-то обычные вещи что дядька и сосредств взял контроль над осландом в свои руки и многие думают что тут марионетка гиммлера нарисовалась ну будет видно дальше баланс сил меняется не в пользу геринга нам и как многие из вас пожелали подружимся с шафаревичем снова покачаем умеренных белые офицеры сейчас когда вятская княжца в наших руках а ну мы в принципе то читали точно такой же ивент связанный с вологдой конечно же мы освободим лучших и приведем их к присяге почему бы и нет принципе талантливые военные нам никогда не помешают давай посмотрим вообще кто появился о власов власов сражается против власова вот это было бы эпично посмотреть но к сожалению мы танками и пушками особо не балуемся поэтому наверное его не будем использовать но прям вообще здорово сколько у нас народу то появилась сама все сейчас докачает являет нам войну ой в неудобном месте моя мотка сидит находится это не круто ты посмотри они сразу в укрепы побежали вот дураки у ты глянь ты глянь ты глянь ты глянь здесь вот вообще никого они просто не ну кстати можно тогда вот что сделать сколько у них раз два три 4 5 6 7 но вообще-то еще где-то две дивизии у них гуляет мы с нашим набором пока к сожалению не можем разместить свои две ладно можно в принципе пропустить их пусть погуляют до столицы на что я думаю не дойдут ни при каких условиях а вот эту дивизию сразу на самару бросим и модкой съездить попробую хотя нет наверное пока модку тут по придержим мало ли что сейчас нам надо дождаться обучения зелененьких хотя бы разместить мы приглядывать за всеми вот этими господами товарищами потому что если они побегут в отступление нам надо будет срочно что-то тут менять так ну ладно давай попробуем тут проехаться все-таки и даже тут попробуем может быть к казани сходить как раз две дивизии где-то здесь я тогда и сделаю вот тут разместимых людей нет вот в общем только проблема а вот какие-то кстати неудачники к нам мы притопали пришлепали это самая нищенская дивка давай наверное и даже подавим может быть уничтожим даже в ноль еще какая-то небольшая воевашка закончился мы просто взяли уничтожили котел ай-яй отрезали отрезали три дивки сразу тут гуляют главное на югах сейчас погулять у и сама вы уже захватили вот это здорово это великолепно но они истощаются как так а кстати наши тоже истощаются язов тут тоже победил кого-то свои веселые и вашки и странное чтиво влияние шифаревича увеличится потому что повестка реформистов из 21 пункта получила получать популярность определенную такая национал демократия судя по этой публикации и получаем еще немножко пп сейчас броневички наши возьмут ставрополь на волге это их вероятно последний а нет еще казань же есть да ну все мы победили мы победили в странной войне вообще абсолютно странный предатели не расскажут историю со своей точки зрения и по вопросам предателей тоже из интереса пригласим лучших приведем их к присяге вообще посмотрим как эпично вообще получается сколько народу у нас уже под нашим руководством имеется прямо радует глаз такое количество людей девок бы еще столько чтобы их всех можно было посадить в командование и вот воссоединяем пассионариев наконец-то шифаревич хоть и остается с бесстрастным выражением лица по нему все-таки видно было что он определенно нервничал нервно сцепленные руки заметил гумилев легкую сутулость и постукивание ногой и в конечном итоге гумилев конечно же спросил что же тот делает в кабинете ты его лев я знаю что мы не в лучших отношениях гумилев поднял бровь но ты лучший вариант из тех что у нас есть я думал что ты отделился от пассионариев явно не без причины заявил гумилев зачем же ты все-таки пришел ко мне да потому что все остальные это психи они сумасшедшие они сбросят всю страну с обрыва и убьют нас всех если окажутся у власти ты ведь это видишь правда мы редко сходимся во мнениях но ради нашей страны мы должны сплотиться вместе хотя бы на этот раз лев снова оглядел игоря шифаревича действительно ли ему он нужен был гумилев мог победить в одиночку что в принципе я заявлял однако шансы на победу таборицкого или серого какими бы малыми они не были были все-таки вполне себе велики чтобы оставлять их на произвол судьбы возможно их союз не продлится долго но раньше он работал возможно этот союз сработает и снова два гиганта соединяет свои силы возможно навсегда или на долгое время так что вот так вот дальше останется три фокуса финальных политических но перед этим докачаем все то что мы не докачали еще под конец да тут много что пропустится вот эти фокус так вообще наверное уже нет смысла качать потому что интеграцию я уже в принципе провел а перемещать столицу вообще смысла нет ну и с табуретом и вент мы почитаем когда за табурета погоняем вот а тут пропустится тут очищение будет ну и выбирать можно по поводу башкирии какие-то вещи потом в конце концов день объединения и последние нас будут ждать фокусы по политической программе недолго конечно ссовцы рулили осландом пришел гневный пухляш и заставил солнце зайти над сс уперлись по фокусам в левой веточке и остаются до 3 политических это собрание последнее слово и конвергенция а немцы продолжают завоевательный поход взяли захватили нидерланды и высвободили их обратно какой интересный флаг у словакии вот это прямо топище ты глянь на мадагаскаре сидит идеальный ариец насколько я помню именно такое прозвище у этого товарища было и так последнее слово в нашем национальном собрании уже таупень собралась послушать последнее слово перед избранием истинного лидера коми и кто же выступит с этим последним словом конечно же гумилёв встреч началась итак последняя борьба за будущее коми развернулась в том месте где уже проводилось множество сражений в зале нац собрания первым вышел гумилёв окруженный охраной он и его представители заняли свои места в центре следом появился шифаревич его люди окружали его также покорно как и гумилёва они заняли свое место в левой части зала прошло чуть-чуть еще времени и затем серов его люди одеты в советскую форму с оторванными звездами вошли в зал они заняли свое место между гумилёвым и шифаревичем и люди будто начали плеваться друг в друга ядом начались словесные перепалки оскорбление сердитый шепот и наконец табурет со своими людьми вошли заняв свои места в самой правой части зала условия были подходящими для политического буйства библейских масштабов единственное что оставалось участником этого действа это произнести речи занять свои места и ждать момента когда все начнет рушиться на их глазах судьба стороны покоится на зыбкой почве произойдет событие голосование что голосуй или проиграешь говорится началось многочасовые крики топот политиков страстной речи и гневное опровержение раз или два даже вспыхивали кулачные бои после долгого и трудного пути мужчины и женщины нацсобрание решились чтобы проголосовать за того кто должен вести коми в будущее гумилёв не показывал этого но его сердце колотилось все сильнее из-за нарастающего напряжения и тишины снаружи ждал грузовик на тот маловероятный случай если он продует а он не ожидал что это случится если он победит то планы избавления от табарицкого и серого были четко продуманы и должны были быть приведены в исполнении немедленно до того как они успеют сбежать шифаревич совсем другое дело но он скоро доберется и до него к слову о нем тот спрятал свое лицо склонившись над документами чтобы скрыть свой нарастающий страх в его голове корутились планы все больше смешиваясь со временем в одну кучу план побега здесь план убийства там какой бы план ему не пришлось реализовать он безусловно был готов к этому холодная как лед лицо серого не давала и намека на нервозность в его голове рылись планы планы побега планы действий в случае победы он либо победит либо сбежит и он подозревал что остальные в комнате чувствовали то же самое как бы они не старались скрыть свои эмоции ну а табурет он барабанил пальцами по столу сможет ли он это сделать сможет ли победить если нет то что тогда он не думал о том что ждет его в случае поражения его наполовину сформировавшийся план заканчивался тем что он как можно быстрее покинет город на машине чтобы он не делал после этого голосования он знал что оно решит его судьбу когда голоса были подсчитаны напряжение возросло многократно в момент когда зал был готов лопнуть от него на трибуну поднялся человек и начал зачитывать результаты старая гвардия победила но это ожидаемо потому что мы колбасили же влияние максимально именно на гумилева ну и на шафаревича тоже поднималась из-за того что мы взяли в итоге коалицию с ним шафаревич посмотрел на своего союзника ставшего соперником а затем снова союзником сейчас исход был не в их руках все голоса были собраны и им оставалось только ждать если у льва гумилева были какие-то сомнения в исходе голосования то он это замечательно скрывал шафаревич был менее уверен возвышение их оппонентов ставших настоящими претендентами на власть окончательно выбило его из колеи и он почувствовал намного большую тревогу чем когда-либо ожидал однако он позаимствовал некоторую долю спокойствия проявленную его союзником и сохранил самообладание несколько минут спустя наконец пришло время огласить результаты голосования и так победителями голосования становятся барабанная дробь гумилев и шафаревич собрание заразилось аплодисментами их сторонники выражали облегчение также омывавшие его когда шафаревич встал со своего места гумилев крепко обнял его сила объятия выдавала что его союзник тоже сомневался в их успехе но это уже не имело значения их гамбит сработал они победили они обеспечили будущее своему движению и отбились от головорезов нквд и безумного царизма в глубине души он знал что так и будет в конце концов это было их движение побежденные кандидаты почти не тратили времени на то чтобы собрать своих сторонников и покинуть собрание конечно с ними придется иметь дело хотя они без сомнения были ослаблены поражением здесь у обоих был потенциал сделать из себя настоящую помеху но это было проблемой завтрашнего дня а сегодня они будут праздновать пассионарии сильны как и всегда так вот и у нас получается министры меняются главой правительства гумилева станет шафаревич был балашов и о распутин интересно сейчас распутин не сидит в министрах вот вот этот мужик останется посту до в центре и все остальные двое в отставку все обновилось получаем о бонус на стабильность неплохой да вот у распутина как-то не очень по моему но и у главы мвд ну в принципе более-менее все день объединения готов для подкачивания и можно вкачать адрес фокусов будет доступна после решения проблемы с онегой будущей онегой ладно подождем прокликивание этого решения сейчас давай докачаем наверное все вот эти штуки а там уже потом прокликаем решение на объединение о и президиум верховного совета неожиданнейшим образом побеждает забайкальское княжество то есть и года будет с александром менем сражаться самой ближайшем времени и так докачали все фокусы объявляем себя временным правительством центральной евразии евразийская мечта созданная и популяризированная многими правыми российскими радикалами кажется на один шаг ближе к осуществлению благодаря в войне и эффективной дипломатии республика коми расширилась за пределы своих границ и охватила всю бывшую территорию западно-русского революционного фронта от тем самым и всю западную россию однако она находится не под президентством демократического политика или местного лидера а под руководством самого льва гумилёва как один из крупнейших сторонников евразийской философии и человек увлеченный историей древних цивилизаций гумилёв стал главой ультраправой партии пассионариев претендующий на руль настоящего бастиона антикоммунизма соседние стороны начали обдумывать как же именно это реагировать и что делать дальше но несомненно им потребуется еще много времени прежде чем приспособиться к такому грузному сопернику конечно же это евразийство простая псевдонаука но вообще тот так должен считать какой-нибудь не знаю немец или украинец кто-нибудь такой не в нашем случае для нас евразийство это великая идея открылись решения вторжения в унигу а можно кстати говоря и побоутать с финляндии а можно и сразиться но кстати говоря если мы проведем конференцию я не удивлюсь если она провалится да то мы все равно нападем на унигу так что давай попробуем предложим переговоры финнам в ирландии переворот бригадиров произошел новый режим как говорят германофильский и будет стремиться к большей интеграции в пакт единства надо в альянс залетел геринг тут продолжает творить вещи падает на швейцарию финляндия запрашивает наши условия удивительно но финны оказались восприимчивы к переговорам наш посол информирует нас что хельсинки соглашается на проведение дипломатической конференции высокого уровня между нашими странами отрадно что финны не сделали ничего помечу и согласились хотя бы дать нам время для выдвижения требований некоторые циники в нашем правительстве подозревают что хельсинки опять тянут время чтобы отдать приказ о полной мобилизации но факт остается фактом войны можно избежать тем не менее финляндия сперва хочет узнать наши условия у него должна стать онегой ее население освобождено от покорности финляндии также что очень важно однако это не означает что русско-финская граница должна оставаться кинжолом направленным самое сердце финляндии мы могли бы просто демилитаризовать онегу и подписать пакт о ненпадении на обозримое будущее финны вероятно согласятся на такую сделку но хельсинки вероятно сочтет ее слишком хороший чтобы быть правдой таким образом лучше было бы возвращение провинции в полном составе с нашими войсками в этом районе восточная карелия тоже будет принята встав россии как автономная область афинам будет предоставлена открытая граница с этим регионом это вернуло бы нам мурманск юго-западная карелия и важнейший город випурии останутся под контролем хельсинки за этим последует демилитаризированные зоны и договоры о ненападении предотвращающие будущую войну между нашими народами конечно мы могли бы просто потребовать все как бы ни были привязаны финны к выборгу и юго-западной карелии и жалкая армия не сможет их спасти толпа призывников не замедлят нас надолго если они вообще решат воевать со своими земляками финны либо согласятся на наши требования либо заплатят за свою высокомерие мы хотим вернуть все наши украденные земли до единой и конечно же финляндия отвергает эти требования финские переговорщики получили на что бы они дали свой ответ они обвиняют нас в заговоре с целью уничтожения финской нации расчленения ее мирными средствами випурии как они говорят так же как и карелия по праву принадлежат финляндии и не будет контролироваться нашим правительством которая как они утверждают оказалось чрезмерно реваншистским и представляет угрозу всему миру на этом все надежды на урегулирование закончились мирного решения не будет скорее всего он будет решен силой оружия пусть наши танки выйдут на поле боя трофеи достанутся победителю веселого и вашка собрание генштаба но не прямо сейчас она будет да сейчас еще ивент произойдет до новобранцы были заняты на границе копая траншеи и устраиваясь на своих передовых позициях той поры как мы покинули мирную конференцию у него следовало приказом своих хозяев и начала готовиться к войне прискорбно что мы должны сражаться с нашими русскими братьями на высокомерии финнов навлекло это на нас анализ нашего генштаба предсказывает быстрый крах их ополчения за ними онежская и ладожская озера создают узости которые финны намерены защищать стремительный прорыв с последующим ударом в восточную карелию поставить финнов на колени еще до того как они полностью мобилизуется значит война получена цель войны о мы можем хоть час нажать на кнопочку и объявить войну но прежде 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 я сейчас кое-что сделаю тадам рамочка изменилась а фокусы все те же то есть нам видимо повоевать надо от начала и до конца прежде чем качать что-то дальше ну да ладно таки сделаем являем войну броневик сразу же должен въехать куда-то сюда а гляндия еще не вступилась ну ладно раз еще не вступилась тогда давай как-то так походим и вот так как гопали конечно же надо попытаться порубить ну и тут 50 на 50 да у греба придется немножко по ним полупить но это немножко главное чтобы броневичок сейчас въехал куда надо а там финны уже поле нет не финны это все еще у него тут сейчас первый котел может нарисоваться там там и до второго можно дойти замечательно ты давай вот как-то сюда попробуй пройди а вот и финны кстати поток кофеина тост за наш будущий успех мы что-то такое читали как-то было дело однажды все у него становится онегой путь в европу вновь открыт а через него проносится и запах войны далее в программе собственно финляндия нас ждет а ты куда собрался мой дорогой тебя мы точно не пропустим все-таки броневичку нашим навалять могут в данный момент времени вступает мы можем пехоткой вдарить тот случай когда автоплан возможно даже завершает лишь навалились мы толпой и смогли почти пробить там достаточно много народу броневичок пусть пока отдыхает швейцарию германия между тем победила до пробили укрепу если только тут вы тигры могут пойти от не круто антикоммунисты когда у него стала онегой мы должны решить а офицеров пригласить ну конечно давай конечно же пригласим все-таки наши русские поэтому добавились еще дополнительные командующие сколько у нас их много прям здорово зашибись котлы бы создать кстати это возможно дождяк почему особенности местности боль ниже не зато ты посмотри где мы можем их провернуть так это вот тут часу дивку отведем может быть а может и нет все отвели да две дивки сварятся в котлах спортивное соперничество хотя наше успешное объединение западной россии усилия по интеграции сделали многое для объединения людей под общим знаменем ожесточенное соперничеством между многими регионами нашей страны все еще сохраняется хотя раздора возможно и закончилась наш народ находит новые способы борьбы с этим соперничеством одним из таких методов является хоккей недавняя игра между танкистами из горького и казанским акбар сам закончилась хаосом после короткой победы казанцев со счетом 42 в первом матче сезона соперники отказались принять поражение начав серию пьяных демонстраций протесты которые позже привели к беспорядкам включали в себя попытку помешать казанцам вернуться в свою гостиницу порчу нескольких мест по всему городу унизительными оскорблениями в адрес татар и многочисленные грабежи и вандализм ущерб нанесенный в результате этого события составил значительную сумму и многие обеспокоены тем что это может создать тревожный прецедент для будущих игр особенно с учетом того что хоккейный сезон начинается всерьез боевые действия идут какой хоккей господи да на югах конечно очень классная ситуация складывается просто по чуть-чуть их продавливаем медленно но верно говорится просто потихонечку идем и давим ох ты глянь здесь тоже ситуация потихоньку складывается на севере в нашу сторону успеем ли до хельсинки дойти интересно навалимся мясом и попробуем победить в лучших традициях советско финских войн а я напоминаю что их было больше чем одна и так которую многие считают одной она на самом-то деле третье как-то так если выйти может быть получится закатлить финляндия предлагает прекращение огня хотя нашим солдатам не удалось пробить финские линии обороны как мы надеялись мы неуклонно продвигаемся на их земли возможно опасаясь что они не смогут долго нас сдерживать или просто не желают кровопролития финны предложили перемирие нетушки пока мы не захватим все вы даже не рассчитываете что мы тут что-то поделаем черная лига побеждает златоуст мы вон громим их уже мы на автоплане их даже громим если мы громим на автоплане это говорит уже об очень многом о том что вполне себе мы можем их сейчас просто взять и изничтожить в 02 мурманска интересно конечно же мы поедем в настоящий потому что он больше победных очков даст а вот и все взяли мы и котел оформили ты глянь кстати здесь тоже можно попробовать привернуть котлован елки одну девку все-таки выпустили пощадили но да ладно в принципе справились более или менее ты посмотри как они держатся там что гвардия маннергейма какая-нибудь сидит давай надавим посерьезнее ладно давай тут котлить не будем пойдем на випури или давай должны вот так на випури а потом на хельсинки одной дивкой зайдем гляндия предлагает небольшую капитуляцию они передают мурманск который наполнен русскоязычными випури еще не отдали поэтому мы пошлем их куда подальше с этими предложениями няш-мяш випури наш так что мы его вам обратно уже не отдадим все финляндия предлагает безоговорочно капитуляцию дипломаты представляющие финское правительство обратились к нам с предложением на это сами полностью уступили нашим требованиям предлагают сдать мурманск онегу и всю карелию к востоку от випури это восстановило бы границы на прежнем месте вернула бы миллионы русских с возвращением нам нашей законной территории окончательным решением всех вопросов военного превосходства с нашим разгромом финских вооруженных сил мы больше ничего не выиграем от войны это было триумфальное возвращение русской нации на мировую арену с восстановлением ценного региона решительной победой над иностранным соперником давайте заключим мир с финнами обратим внимание на восток карелия была только началом скоро вся россия высоединится под флагом я так не понял випури нам так и не отдадут что ли ну-ка давай мы немножко схитрим сколько сколько ты пиликать будешь две недельки больше пилик 5 дней будет пиликать давай мы схитрим мы возьмем хельсинки сейчас за пять деньков посмотрим что будет все получай временное поительство центральной вазии капает финляндию в этой войне и отъезжает в этот же день князь мэндзяна печальный день для него вот только видишь какая проблема даже если бы мы вынесли всю республику финляндия випури нам не дали бы 1 давай произойдет событие нам скорее всего не отдали бы эту пробку даже если бы мы очень 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 ее желали боль унижение но что поделать победа россии в северной войне и так правительство центральной евразии потрясло земной шарик начав войну за территорию отобранной финляндии северная война закончилась довольно неожиданным исходом небольшая но современная финская армия ее союзники в онеге были полностью разбиты в результате чего онега стала онегой и мы смогли спокойно диктовать условия мирной конференции многие иностранные наблюдатели сомневались в способности пробиться через линию укреплений тяжелый климат и рельеф возле полярного круга несмотря на отсутствие новейшего оборудования большая и опытная армия евразии потрясла земной шарик своими блестящими успехами на войне западно-русское правительство сейчас обратила свой взор на восток дальнейшее объединение россии и на запад где германия все еще удерживает москву финны разбитым вот только очень больно видеть что кое-что мы все-таки не получили и дрел фокусов дрел фокусов изменилась стала вот таким вот большим можно будет признание даже получить интересно гумилёв угрожает рейху и талии так что же до решалок а тут еще три года целых тут еще целых три года чтобы гонку за урал вести не это это конечно это конечно долго политическое древо а политическое древо на закончить вот оно что но тут опять же долго опять же долго и тут и почитать есть что так что я думаю что на этом тогда серию мы и закончим следующий уже тогда решим все вот эти вопросы с южным уралом и вероятнее всего с омском ультра нация против ультра нации мне кстати кто-то в комментах писал что можно при двух одинаковых идеологиях как-то объединиться мирным путем хотя конечно я сомневаюсь что я зав это тот человек с которым можно будет это провернуть а на этом я с вами прощаюсь с вами как всегда был дмитро подписывайтесь на мой канал где все делается с душой ставьте лайки если вам себе понравилось всего доброго увидимся в продолжении и помните что все самое интересное еще впереди спасибо за субтитры сделал DimaTorzok